Всем большой привет! Я сейчас оказалась на стрижку, время 9.30 утра. И я, если честно, в предвкушении того, что мы сегодня сделаем, потому что, во-первых, я это первый раз к новому мастеру, но я ему доверяю. Кстати, Женя, который будет мне сегодня делать стрижку, мы с ним вместе принимали участие в проекте Рогов в городе, когда были съемки шоу Александра Рогов в Екатеринбурге. Я отвечала за макияж, а Женя за волосы. Такая, знаете, легкая даже ностальгия. Вспомнила, как это все было. Это будет 2019 год. Я подумала, как быстро летит время. Хочу немножко обновиться, освежиться, убрать длину, потому что я говорила, что волосы уже не лежат, как мне хочется. Но вряд ли я решусь на какие-то эксперименты. Поэтому покажу вам результат. Ну что, сразу после вам показа у меня появилась челка с такое надлинение. И немножко убрали густоту, потому что не хватало легкости и укладки. Вечно все опадало. Посмотрим, как сейчас буду справляться. Всем доброе утро, друзья. Ну что, у меня начинается новый день. Сегодня пятница. И я сегодня улетаю в Москву. Хотела встать в 7, в итоге встала в 7.30, потому что вчера был мега насыщенный день. Мы еще вечером пошли погуляли. Только в 12 вернулись домой, и я тут же легла спать. В общем, сейчас перед самолетом я хочу немного потренироваться, взбодриться, потом собрать чемодан, потом мне нужно кое-что подснять по работе, и потом поедем в аэропорт. Вот. Сегодня встречаюсь с Яной в Москве, завтра я работаю на мастер-классе с Дарлинг, а в воскресенье еще домой. Потом в понедельник собираю чемодан, и во вторник мы улетаем в отпуск. Боже, не верите, что этот день уже так близок, во-первых. А во-вторых, время, конечно, летит очень быстро. Подготовка, которую я планировала сделать медленную, размер и размеренную. Не совсем у меня удалось, но я вам хочу показать. Доброе утро. От первого звука. Молосы. Доброе утро. Доброе утро. Он еще такой, видите, очень ленивый, потому что еще глазки не открыл. Все, пойдем тренироваться. Надо. Спорт – это жизнь. Жизнь – это спорт. А теперь самая приятная часть утра. Ну ладно, не менее приятная, чем тренировка – это завтрак. Ну что, друзья, стабильность – признак мастерства. Авокадо-тост на темном хлебе, одно яйцо, помидорки из сада, которые мне привезли бабушка с дедушкой, огурчики, немножко кабачков. Я просто стараюсь доесть все, что остается в холодильнике перед отпуском, чтобы не выбрасывать продукты. Петрушка и кофе из кружки, которую я вам уже показывала. Слушайте, реально. Так все это – это красиво, радует глаз, сразу настроение поднимается. А я, кстати, смотрю «I'm just like that» по утрам и перед сном. А теперь для ютуба. Встретились. Дайте померить. Сразу. Накрасилась, ёпрст. Ты? Ты себя подожди, ты это… Да, 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 ты себя. Ну что? Хорошо? Да, ну они очень интересные, конечно. С первой секунды, что мы делаем? Выбираем новые, одинаковые вещи. Ну? Очень крутые. Мы сговаривались. Посмотри, сколько у меня всего в ней. Но я уберу сейчас, у меня есть еще вторая сумка. А, это побольше. Ну понятно. А это я взяла вещи для съемок. Что, мы зря сутно, что ли, встретились? Сейчас будет… Новые будут рилсики на миллиончики. Извините. Ура! Ну что, друзья, я уже прилетела, заселилась. Мне сначала дали номер с окнами где-то в потолке. Я когда это увидела, я подумала, нет, мне завтра проводить прямой эфир. Мне хочется снять сториз, мне хочется накраситься. И в итоге вообще, в принципе, я люблю естественное освещение. Поэтому я сказала, здесь, к сожалению, у меня не получится расположиться. Поэтому давайте поменяем номер. Вот. В итоге 30 минут ожидания, номер поменяли. И я, конечно же, не одна, друзья. Если я прилетаю в Москву, это всегда значит, что мы встречаемся вот с этой прекрасной, красивейшей Мадемуазель. Которая уже ждет, не дождется. Та-да-да-дам! В общем, мы сейчас будем немножечко отдыхать. Ну, чуть-чуть, и мы работать, вообще-то, сейчас будем. У нас очень грандиозные съемки рилса. Да, мы должны снять рилсыки. Красивые. Ну и просто приятно провести время, потому что я как бы улетаю скоро. Нет, я рада, что ты уезжаешь, но… Я рада, что ты уезжаешь, но… В общем, все, друзья. Молодец. И мы будем Вам показывать наш бэкстейдж. Я думаю, что рилс получится веселой. Надеюсь на это. Так что подписывайтесь на нас в других социальных сетях, чтобы ничего не пропустить. Ставьте лайк-сердечко, что там нам для города? Подписывайтесь, подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик. Обязательно на колокольчик. Что дает колокольчик? Колокольчик в YouTube, это значит… Это было в кадре, да? Это было в Ютубе. Я испугалась. Я тоже, слава богу, не в голову. Что это дает колокольчик? Колокольчик на Ютубе означает, что вы точно не пропустите выход этого видео. Да. Ладно, мы пошли прибираться. Итак, первым делом, перед тем, как снимать такие активные рилсы, которые мы запланировали, нужно что? Подкрепиться. Значит, у нас пицца с трюфельочком, как хорошо выглядит. Ягодки у нас тут, полянка, в общем, такая, накрыта. Все, сейчас будем есть и снимать. Подожди, я вот тут примерно встаю. Надо попробовать. Да она месее, Марь, дует! Так, подожди, еще раз давай. Сейчас я чуть обрежу, чтобы оно, знаешь, не сразу начинало. Да, чтобы мы чуть-чуть успели войти в ритм. Да. У меня почему-то голова не успевает в так. Ага, еще раз. Причи, причи. Стоп, я не понимаю в так. У меня голова окружена. Короче, много уже шампанского было. Еще раз. Давай. Мы тут же в центре кадра, да? Ты меня спрашиваешь? Потому что твоя пенсия была на... Я натягула халат. Подготовка к миллионным просмотрам, значит. Все, проверяется. Ура. Всем доброе утро, друзья. Ну что, я сегодня проснулась в 7. Решила сделать сегодня укладку на Dyson. С мыслями о том, что, скорее всего, сейчас, раз у меня более стали волосы легкие, так скажем, подвижные для укладки, то наверняка я уложусь сейчас на крутилки, они у меня будут весь день держаться. В общем, смотрите, я сходила на завтрак. Прошло, ну, сколько? Минут, наверное, 20 после того, как я их уложила. Объем остался, конечно, но это благодаря, я думаю, стайлингу, который я сегодня наносила, но каких-то крутилок нет. В общем, я расстроилась, потому что я хотела себе упростить жизнь. И сейчас, перед тем, как выйти в прямой эфир, сделать волосы, а после эфира уже просто одеться и как бы поехать пораньше с золотой яблочкой. Но, видимо, после эфира я возьму утюг и буду подкручивать свои волосы утюгом, потому что, ну, не очень мне нравится этот эффект. Как-то так. Ладно, давайте о чем-нибудь хорошем. Я вам могу пока показать, кстати, что я использовала для стайлинга. В качестве текстурирующего спрея я использую вот этот вот сухой шампунь от TG. Просто лучший. Обязательно распределяйте пальчиками его, чтобы не было белого налета, но он действительно классно делает, знаете, объем. Волосы вот, получается, в этой зоне становятся более податливыми и принимают нужную вам форму. А в качестве фиксации я использую вот этот лак. Много раз мы его показывали, очень сильно его люблю. Что у меня тут еще сегодня на полке стоит? Давайте раз уж показываю. Гель-пенка от La Roche-Posay, Efeclar, Биом, безумно понравится. Дальше Reviterm, у меня тоник, крем. Продолжаю использовать Clean David, но по, опять-таки, показаниям моего врача будем потихонечку выводить. Поэтому я его использую сейчас несколько раз в неделю. А так как у меня сегодня мастер-класс с брендом Darling, то, конечно, мое утро началось с маски от Darling. Вот Mellow Gel, это одна из моих самых любимых. Она, кстати, как оказалось, такая, знаете, успокаивающая. И она для проблемной кожи. Я почему-то никогда не читала описание. Мне просто казалось, что она смягчающая, желешка такая, приятная. Но она для проблемной кожи подходит. Потому что я знаю, что многие, у кого кожа проблемная, боятся использовать какие-то тканевые маски. Вот это я ее использовала в период, когда у меня были прыжечки, акне. Она действительно какой-то реакции не вызывала раздражающие. Еще мне очень нравится их розовая. Классическая тканевая. Она у них, мне кажется, самая недорогая и супер-классная. Появилась у меня такая новая косметичка. Кожаная. Большого размера. Здесь я перевожу все свои, собственно, вот эти вот причиндалы, которые я вам показывала. Еще вот мне крин летело есть. Я почему-то два их взяла. Видите, вот. Дезодорант. Базирончик. Ой, не базирончик, а бензоильчик. На случай, если меня обсыпят, то использую вот такую штуку. Гидрофилка у меня от Элмис. Но я стараюсь сейчас редко им пользоваться, потому что все-таки пока лечила акне, убирала подобные текстуры. Эрмис мой, бронзер что-то здесь делает. Собственно, как-то так. Ладно, пойду готовиться к эфиру. У меня сегодня последний заключительный эфир по теме макияжа в рамках проекта Beauty Intensive. Немного грустно. Но все равно эмоции переполняют. Очень довольна я тем, что у нас в итоге получилось. Традиционно показываю вам свой сегодняшний образ. Сделали макияж в прямом эфире. Сразу же невероятное настроение. Уложила волосы в итоге на плойку, как я и сказала. Ладно, рубрика эксперименты. Видимо, это не про меня. И уже надо понять, что на мероприятие брать с собой картинки отдать, это не вариант. Переложить потом, конечно, очень сложно. Ну и покажу вам, в чем я буду работать. У меня сегодня вот такое платье. От бренда Eclata. Очень нравятся мне у них такие, знаете, изделия. Есть достаточно яркие акцентные вещи. Мой зеленый, кстати, рикотажный костюм с юбкой Макси и с джемпером. Это тоже оттуда. И вот это платье. Тут вот такой бант длинный. Я попробовала его вот так, если что, обернуть. Хотя бы на время мастер-класса, чтобы мне было удобнее и комфортнее. В общем, сейчас посмотрим, что я буду с этим делать. Но, в любом случае, надеюсь, что будет удобно. Зато красиво. Это самое главное. Все. Поехали в яблоко. На встречу с девочками. Заключительная командировка перед отпуском. Ну и все, я уже в кабине красоты, в нашей гримерке. Тут, как обычно, невероятная красота от золотого яблока. Все, сейчас чистим мои кисточки. Готовим модель. Одеваем мне микрофон. И я выхожу. Так, покажу вам свое платье. Хоть и при нормальном освещении еще. Потому что в номере у меня так сильно полсвет. Как мы показываем финальный результат? Это для Ютуба уже. Ну что? Давай посмотри вот туда. А, да? Пожалуйста. Так, ну что, девочки. Как вам макияж? Кто хочет быть тоже супер фреш? Все на макияж после, да? Макияж после, да? Поливаешь, поливаешь. Хорошо, хорошо. Спасибо, да? Да. Подожди. А соус кто будет поливать? А что, объявил, какой поливать соус? Кудалейка? Спасибо. Не продумано, не продумано. Ну ладно. Ну ладно. Мы вчера были лучше. Боже. Диета пока. Да. Наталия, я буду ждать соленые огурцы к зиме. С посылкой так, я жду огурцы. Измените. А мы делаем еще, пока это на столбой смотри. Смотри. Это, например, это арбуксинка. Хорошо. Окей. И, собственно, наш мак в Афрелесуне, скромненький кусочек. Мы сейчас для вас тоже... Ну это, слушайте, красиво, да? Лучший ресторан, лучший ресторан. Я вам говорю. Знаете, сколько нам уже сделали комплиментов? Вау. Ни один ресторан не сделал столько комплиментов. Правда. Вы прям реально лучше. Нет, мы правда в основном в большом дизельстве. Вы правда ли? Очень красиво. Мы вам огромное рады стараться. Спасибо. 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 Девочки, это топ. Слушайте, ну классно, приятно. Так, друзья, я уже прилетела в Екатеринбург, Аляска. Перемещение из одной локации в другую, как обычно. Сегодня у нас воскресенье. Время уже, на самом деле, вечер. За разницу в времени половина дня просто куда-то пропала. Сегодня в планах собрать до конца уже чемодан, чтобы завтра об этом не думать, потому что завтра с 9 утра у меня различные бьюти-процедуры, косметолог, маникюр. Потом встреча с моей подругой, которую я не видела уже очень много времени, которая вообще живет в другой стране. И мы завтра решили пообедать вместе. Вот. А сейчас у нас будет финальный проект. Ой. Финальный прямой эфир в бьюти-интенсиве, где мы сейчас подойдем все итоги. И день, когда проект завершается. Немножко грустно, но смотрю, что я вам хочу показать. Посмотрите, какая это красота и милота. Про баланс, про скин, про мейкап. При помощи этого тортика мы сегодня зафиналим проект. Это очень красиво, очень мило. Тири! Так. Ну что, зажигаем. Ну что, сейчас будем зажигать. Ой, задувать. Готовы? Бьюти-интенсив. Круто. Легенда. Легенда. Так, надо сделать что? Надо сделать вот так. Так, свечку блю. Снимайте. Снимайте. Хорошо. Вкусно. Итак, друзья, я сегодня с утра была у косметолога. Проснулась рано в 9 к косметологу, в 10 на маникюр. В общем, тотальная подготовка к отпуску. Завтра уже утром мы улетаем. И я, кстати, вам не показала, что мне подарили девчонки на мероприятии в Москве, когда у меня был мастер-класс Дарлинг. Во-первых, я хочу, конечно же, как всегда, поблагодарить абсолютно всех, кто приходит на такие мероприятия, потому что для меня это всегда заряд энергии, потому что я вижу ваши заряженные глаза, слышу эти слова благодарности. И это всегда, конечно, дает тебе понимание, что ты двигаешься в правильном направлении. А еще, когда девчонки приходят с подарками, вот это просто... Я, естественно, не смогла довести все это в красивых пакетах, как это было упаковано, поэтому я вам показываю уже немножко разобранный вариант. В общем, девушка пришла и сказала, что у нее есть подарок для меня в отпуск, что они собрали меня в отпуск. И здесь, в общем, такая косметичка дутая. В косметичке было, посмотрите, пистолет, мыльные пузыри. Это очень мило. Вот такая вот записка. Всегда, кстати, записки сохраняю, читаю их, поэтому огромное-огромное спасибо. Девушку зовут Ксения, и она сделала мне подарок от бренда Asoro. Я надеюсь, что я правильно прочитала. В косметичке лежат вот такие вот различные крабики для волос. Очень стильно, очень красиво, потому что, конечно же, крабики для волос – это must-have, мне кажется, в любой поездке, особенно на море. Есть и розовый, и леопардовый. Очень быстро, просто. Хоп. И все. И это еще не все. Здесь есть вот такие коробочки. Сто процентный премиальный шелк написано. И вы не поверите, я перед отпуском задумывалась о том, что мне хочется какой-то новый комплект красивой пижамы с топом и с короткими шортами. И просто, да, как я умею посылать мысли в космос, друзья. Вы приходите и дарите мне этот комплект. В общем, здесь невероятно красивый вот такой вот топ. Давайте я пристану. Он из шелка. Такой на длинных брителях. Я думаю, что здесь должно быть вот такое вот, видимо, пересечение. И шорты. Я обожаю такие комплекты. Они невесомые, ничего не давит, в них комфортно спать, а главное – красиво. Давайте я вам покажу вообще, как это все упаковано. Так. Открываем вместе. Убоги. А здесь у нас брюки. То есть этот топ можно будет носить еще и с брюками. Очень круто. Брюки. Шорты. Топ. Посмотрите, какая красота. Я это все поглажу, возьму с собой. И очень классная косметичка. Смотрите, какая она дутая. Очень стильная. Берусь отсюда. Бумажки. Оставлю крабики. Я возьму с собой. В общем, вот такая красота. Спасибо огромное. Ко мне сейчас должна прийти моя подруга, с которой мы дружим с 18 лет. То есть уже 12 лет, вы представляете? Она живет у меня в другой стране, в Киптауне, в ЮАР. И она приехала с дочкой в гости, в Екатеринбург. Поэтому сегодня у нас такая, знаете, единственная возможность увидеться, потому что она прилетела буквально несколько дней назад. Завтра я улетаю. И сегодня мы решили встретиться в обед у меня дома. Поэтому я отправила мужа за доставкой еды. Потому что доставку, точнее, ждать очень долго. Сказала, съезди, пожалуйста, привези побыстрее нам. Все. Чтобы мы уже встретились, поболтали, насладились. А вот, кстати, и она. Она уже подъезжает. Едет со своей дочкой. Поэтому я думаю, что сейчас Уилсону будет очень весело. Ведь у него появится еще один друг, который будет его тискать. Показываю вам свой маникюр, который я сделала. В общем, все лето проходило с нюдом. И в отпуск, естественно, тоже сделала его. Потому что это максимально универсально. А ноги у меня в этот раз поярче. Я подумала, что ну когда, если не летом, не в отпуск? Сделала такие ягодно-красные. Еще сегодня, когда собиралась с утра. Собиралась в попыхах, естественно. Потому что к 9 утра к косметологу. Это значит, что ты в таком вот состоянии собираешься. Я подумала, надо выгореть все платья, которые я не успела надеть этим летом. И те, что я не возьму с собой в отпуск. Потому что вернемся мы уже в сентябре. Вспомнила про это платье от Туби Блоссом. Я вам его показывала, кстати, в своем видео про одежду. Про летний гардероб. Точнее, про весенний. Такое оно трикотажное. Поэтому сегодня встречаю гостей так. И грустные глаза. Едут к родителям, да? Так вот и едем. И не сопротивляемся. Идем у Мусичка на остатки. Красивый. Куда поехал? Ну что, друзья, я уже в аэропорту. И сегодня начинается наш отпуск. 8 августа. Или какое? Я уже забыла. В общем, пока что у меня нет понимания, что мы летим отдыхать. У меня есть ощущение просто, что да, мы в аэропорту. Побольше чемоданов, побольше вещей. Рядом со мной муж, еле чё не одна. Но понимание, что это именно отпуск, пока ко мне не пришло. Надеюсь, что когда мы приземлимся сегодня в Ереване, я это наконец-таки ощущу. Ощучу. Ощучу. Как это слово произносится? Я просто немножко заработалась. Я немножко устала. Вот. Поэтому, в общем, приземлюсь в Ереване. Там будет плюс 39. Поэтому сразу пойму, что всё. Вот он. Вот он запах отдыха. Я лечу, кстати, в футболке, которую я вам показывала от Планта Росса. Ассоциация с отпуском. Флаги. В общем, всё, как и показывала вам в предыдущем влоге. Мы поэтому поедем сразу по делам из аэропорта. Поэтому не будем заезжать в отель. Мне нужно успеть в одно место, которое работает не допоздна. Поэтому я сразу не делаю сегодня шорты, чтобы в плюс 39 не умереть от жары. В своих компрессионных чулках и в спортивных штанах, как я обычно летаю. Скачала себе новую аудиокнигу «Три товарища» от Эрих Марии Ремарк. Скачала различные подкасты на ютубе. И плюс планирую поработать, помонтировать новые ютуб-шотсы, новые рилсы. И написать новые посты в Телеграм. Поэтому, если вы не подписаны на меня в других социальных сетях, то обязательно подписывайтесь. Всё, у нас уже скоро начнётся посадка. И мы полетели. Мы в Ереване, друзья. Ну что, прилетели вчера. Были очень уставшие. И решили, что просто вяжем спать. Сходили быстро поужинали в проверенное место. Начали смотреть, кстати, сериал «Захваченный рейс». А сегодня мы отправляемся на прогул. И на вкусный завтрак. Пойдёмся, я вам всё буду показывать. В прошлый раз в Ереване мы были в начале июля. И тогда температура была примерно 30-32 градуса. И я помню, один день, по-моему, когда мы вернулись после Тбилиси, была температура 36 градусов. Это было, правда, очень тяжело. Здесь очень сухо. Ветер бывает, но он достаточно редкий. Рядом нет особо никакой воды, поэтому... И сегодня обещаю 37 градусов, друзья. Нам сказали, что мы попали на один из самых пиковых жарких дней. Таксист нас вчера вёл. А таксист здесь очень общительный. И он нам всё рассказал. С утра я сегодня, представляете, решила выспаться без будильника. Сказала мужу, причём сама первая. Обычно я эти его идеи не поддерживаю, потому что я говорю, «Нет, мне надо работать, не надо снимать, не надо монтировать». А тут я ему вчера вечером говорю, «Давай мы завтра просто выспимся без будильника». Потом я схожу в зал, проведу время, так скажем, для себя. И только потом мы пойдём завтракать. Мы, кстати, специально бронировали отдать без завтраков, чтобы ходить в разные места. А здесь их так много. А они ещё везде такие вкусные, атмосферные. Видите, я уже... Я уже словила вайп. И проснулась, я думаю, эти во сколько? Верно, в 7.30 утра по местному. Ну, по Екатеринбургу надо отдать должное, это уже 8.30. В принципе, да. Я, можно сказать, выспалась. Сходила в зал. Зал, конечно, здесь в отеле очень... Очень-не очень. Ни ковриков. Ни полотенец. Но я подумала, что это ещё когда-то эти отговорки. Кто хочет, тот будет делать в любых условиях. Поэтому я всё равно позанималась. А потом вернулась в номер. И мы продолжили смотреть сериал, от которого просто невозможно оторваться. Поэтому, если вы не смотрели захваченный рейс, рекомендую. Вот. Сделала все дела. Ответила на рабочие письма. И теперь ждём на завтрак. По-другому, кстати, здесь ходить просто невозможно в тупую погоду. Потому что ты просто ходишь с ума от жены. Вот так называется место. И вот такое здесь меню. Нам его порекомендовали мои друзья, которые здесь живут. Очень приятная атмосфера. И работают кондиционеры, что важно. Так, ну что? Ты, наверное, будешь шакшуку, да? Да. А угадай, что возьму я. Прошутто, экс-пелли-декил. Нет, я буду бакамолетост. Посмотрите, какие десерты. Как устоять перед этим. Ну что? Готовы видеть наш завтрак? Естественно, мы не могли не пройтись по главной улице Еревана. Я думаю, что тот, кто был в этом городе, все её помнят. Желательно, конечно, ходить в такое время именно исключительно в теньке. Но здесь тенька не наблюдается. Мы зашли в Мася Мадуте. И я не хотела ничего на самом деле покупать, но я нашла там такие красивые шорты с кожаным карманом сзади и очень красивого цвета, такого травянистого майку из тонкой вязки. И подумала, оно мне надо. Вот поэтому взяла и, наверное, сегодня на ужин пойду уже в новом образе. Хотя, чего греха таить. У меня пол чемодана новых образов. Из-за того, что я ещё не успела в Икатеринбурге. Потому что вещи либо слишком отпускные, либо у нас не было какого-то повода. Сегодня идём, кстати, в заведение. Скорее всего, пока не бронировали, но надеемся, что сянем в Мину. В Москве, кстати, в Мине я не была, но многие мне его рекомендовали. Так вот, сходим в Мину в Ереване. Итак, ну что. Днём, конечно, гулять было просто невыносимо сложно. Плюс 40 градусов практически. Поэтому мы провели день в номере и сейчас вышли на ужин с прекрасным бокалом Апиролем и с прекрасной подружкой. Привет, привет. Вот так вот. Бар Эфдзес. Да, девчонки из Екатеринбурга. Встречаемся в Ереване. Бар Эфдзес. Как поменится, подожди. Кянг. Кянг, да. Я выучила новое слово. О, армянский. Ой, то, что нужно. Надо трубочку напрасить. Шикарно. Да. Немножко вайба Еревана. Армянского вайба. Бар Эфдзес. Сирели Гетвер. Гетвер. Нет, всё, ладно. Выключай камеру. Я хотела сказать, фолловеры, подписчики, но это очень тяжёлое слово. Давай. Просто чинь-чинь. Чинь-чинь. Ура. Невозможно красиво всё подают в Ереване. И невозможно вкусно, что самое главное. Инжир с пармой. Просто посмотрите. В шоке, да? Я, я, я. Я хоть и армянка, но я это не слабовала. Я не видела. Как? Шикарно. Ага. Итак, ну что, финальный день в Ереване. Мы нашли парк, который называется Английский парк. Видимо, здесь где-то рядом находится посольство. Но это не точно. На улице опять на 40. Ничего не меняется. А у меня здесь бутылочка джермука, которую я вам показывала в предыдущем блоге. Ой, в общем, Ереван безумно душевный, безумно красивый, солнечный. И люди здесь такие добрые. Поэтому, если вы ещё здесь не были, я вам очень рекомендую. Ну, а мы сегодня вечером уже улетаем дальше. Я вам рассказывала аккуратнее. Я вам рассказывала, что мы купили билеты до Венеции за 180 евро на двоих с багажом. И вот сегодня у нас будет этот рейс. Посмотрим, я потом поделюсь впечатлениями, как мы слетали европейским лоукостром Визейр. Это, по-моему, Мальты авиакомпания. Ну, в общем, не важно. Там у нас будет пересадка в Венеции ночная. И после мы летим на Майорку, чему я безумно счастлива. У меня в планах просто первую недельку, как я уже говорила, полежать и ничего не делать. Но, конечно же, я буду снимать блог, потому что я заметила, как только ты перестаёшь несколько дней брать камеру в руки, то потом у тебя ощущение, будто бы ты всё начинаешь заново. Ты начинаешь заново вливаться в эту сферу, ты начинаешь заново строить какие-то мысли, учиться разговаривать на камеру. Поэтому я люблю стабильность. Будем снимать. Погнали. Чтобы не быть многословной, я хочу вам показать погоду. В текущем месте, друзья, 39 градусов. И я просто жду, когда мы окажемся в плюс 32. Мне кажется, это будет такой, знаете, свежий гриль с прохладой. Вот и ещё одна бутылка, другая мука. Интеграция, за которую нам не заплатили. Вот, ну, в общем, что можно есть? Такую жару. Холодная арбуза. Поэтому единственное, что хочется, только что-то холодное. Потому что у меня холодная американа, холодная минералка и холодная арбуза. Кстати, очень вкусный. Я когда в России пробовала, в последний раз, было вообще не вкусно. А вот тут уже прям что надо. Мы сегодня, наверное, тысяч 20 шагов сделали. Я затекла, как не знаю кто. Чувствую себя просто надутым шаром. Все мои кольца мне просто впились в пальцы. Не знаю, как я их буду снимать. С учётом того, что впереди у нас ещё самолёт. Вот. При том, что есть реально не хочется. Ты просто пьёшь, 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 пьёшь эту воду без конца. Но я вот только сейчас, на второй день пребывания в Гереване, начинаю чувствовать, что кажется, я лечу отпуск. Субтитры сделал DimaTorzok